Добрый вечер! На телеканале Видное ТВ прямой эфир в студии Юлия Погасьян. И сегодня мы поговорим о месяце чистоты и благоустройстве с заместителем директора МБУ благоустройства Татьяны Александровны Нагорневой. Татьяна Александровна, добрый вечер! Добрый вечер, Юля, да. Ну, в самом разгаре, точнее, даже, наверное, так скажем, он близится к концу этот месяц чистоты и благоустройства, который начался 1 апреля. Так прям вот бойко вошли все службы в процесс очистки всей территории Ленинского городского округа, благоустройства. Связано это прежде всего с тем, что зима отступила, и снег растаял, и получилось, что очень много нюансов, да, выявилось? Да, как правило, этот месяц, первый месяц весны у нас самый тяжелый. Мы приступаем к завершению зимнего сезона, приводим территорию к летнему сезону, проводим уборочные мероприятия, то есть это у нас идет прогребание газонов, уборка мусора, мелкий какой-то ремонт детских площадок, промывка механизированной работы у нас детских игровых площадок, спортивных площадок, то есть все приводим в соответствие, чтобы летний сезон провести хорошо, качественно, чтобы все наши жители были довольны. То есть помимо уборки и содержания территории, мы проводим опиловку, кронирование деревьев, которые по каким-то причинам погибли, либо разрослись. То есть сейчас у нас самый тяжелый месяц именно содержания этих территорий. Я не скажу, что только в этот месяц мы проводим такие мероприятия, но именно апрель показывает, насколько качественно должны работать службы. Зима в этом году выдалась сложная, очень многоснежная и как раз уборка снега ваше учреждение занималась? Да, помимо нас уборка снега получается дворовых территорий, проездов у нас также на дорогах дорожные службы, то есть у нас управляющие компании. Действительно зима была достаточно сложной, снега было очень много, работала техника в две смены периодически, когда были снегопады. И вот эти сугробы, они оставались вплоть до самых поздних дней марта, а может даже еще и в апреле. То есть какой-то усиленная вывозка снега происходила для того, чтобы наконец уже начать в рамках чистоты благоустройства апреля очищать от мусора, красить и прочее, прочее. Да, снега было действительно очень много и не всегда с дворовых территорий он вывозился мгновенно, то есть он складировался где-то на газонах в определенном месте, там где не мешало, скажем так, проезду для транспорта и вплоть до апреля, даже в начале каких-то первых чисел апреля мы еще вывозили снег. То есть, конечно, так мы прогребанием делали снега, то есть рыхление, чтобы он быстрее таял, как бы своими силами пытались тоже помочь ему растаять. А как же идет это прогревание? Прогребание. Прогребание. Да, ну рыхление этого снега. Понятно. А вы упомянули, что земли прогревание все-таки или тоже прогребание? Землю мы не рыхлим, то есть только возле вот растений у нас есть наш отдел зеленого хозяйства, который обеспечивает, скажем так, нашему городу яркие краски. Я думаю, это лучше вот у них спросить, а можно даже выйти и посмотреть, потому что сейчас у нас идет подготовка, скажем так, к глобальному субботнику, то есть у нас вообще московский общообластной субботник, 27 апреля он будет. Сейчас ведутся подготовительные работы к этому субботнику. Я имею ввиду, это вот подготовка к высадке деревьев происходит. У нас локации будут видно в городе, у нас будут локации на Солнечном бульваре. Сколько единиц техники и рабочих задействовано в этот месяц чистоты и благоустройства для того, чтобы Ленинский действительно расцвел, был приятным, ухоженным, чистым? На сегодняшний день в нашем учреждении задействованы 63 единицы техники, то есть это и трактора с щеточными дисками, которые проводят механизированную очистку. Это у нас катаются трактора с бочками, которые осуществляют промывку и поливку наших насаждений. Как бы рабочие у нас, как рабочие по благоустройству, так и зеленого хозяйства, 314 человек на сегодняшний день. Конечно, хотелось бы больше, но справляемся. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули уже общеобластной субботник 27 апреля, который состоится. Но помимо этого весь апрель субботники так или иначе проходили на разных территориях, да? Конечно. Сколько территорий удалось обхватить? Только ли это город Видное или и другие поселения, территориальные отделы? Нет, конечно, у нас весь месяц, каждую субботу проводились субботнику по назначенному графику, который у нас был утвержден администрацией. Все с этим графиком были ознакомлены и тиротделы, и другие службы коммунальные, то есть управляющие компании, наши муниципальные коллеги. Субботники проходили во всем Ленинском городском округе, то есть как на территориях в городе, так и в Развилке, и в Горках Ленинских. То есть везде они проходили. Измайлово, Ново-Дрожино. Каждый тиротдел был задействован. Мы приглашали жителей. Все, кто хотел, неравнодушных жителей, их очень много. Все внесли вклад в уборку территории после зимнего периода. Да, действительно, ведь субботник это вообще первоначально люди выходят, собственно, инициатива и какой-то свой двор, территорию возле подъезда убирают, высаживают, может быть, цветы. Последнее время все больше наблюдается тенденция того, что муниципальные власти и подведомственные организации, ну, например, как МБУ благоустройства, своими силами приводят чистоту, все в порядок. На ваш взгляд, осталось ли вот то же самое первоначальное предназначение субботника? Активность проявляют люди сами? Вот видят, может быть, ваших рабочих выходят организованными группами или поодиночке помогают? Есть какой-то вот в этом плане сплоченность? Нет, конечно, есть. Есть довольно много активных жителей, которые неравнодушны к порядку и чистоте в нашем городе. Они постоянно с нами на связи с начальниками участков, которые непосредственно у них на территориях находятся. То есть у нас начальники участки, город поделен на несколько участков. То есть и каждый житель своего района, он знает номер телефона начальника, знает номер телефона мастера, всегда на прямой связи. Стараемся содержать все в полном порядке, как бы на все замечания или обращения какие-то жителей по мере своих возможностей стараемся выполнять, конечно. То есть, получается, вот эти активные люди, которые, в которых есть контакты начальников участка, я думаю, в большей степени здесь роль сыграло то, что последнее опять-таки время председатели многоквартирных домов, советы многоквартирных домов существуют. То есть люди не живут каждый за себя, а как-то вот действительно сплочаются и домом следят, ведут. Конечно, у них будут контакты соответствующих служб. То есть они могут действительно начальнику участка позвонить по какой-то проблеме, если они ее обнаружили и если она касается МБУ-благоустройства, отметить, да, и ваша организация действительно как-то внепланово приедет на место, осмотрит и, возможно, починит. Я правильно понимаю? Конечно. Если мы сможем это выполнить своими силами, мы это сделаем в кратчайшие сроки. То есть если, например, там забор подварить или ямку засыпать, это, конечно, мы все сделаем. То есть подсыпать газон, посадить где-то цветочек. А если касается глобальных каких-то проблем, там, например, заменить детскую игровую площадку полностью, они как, ну, пришла в негодность, уже устарела, то такие работы надо включать в план, то есть это надо подавать заявки через администрацию, мы рассматривают там вот и выносят уже адреса и локации для каких-то масштабных работ. Да, но они просто уже в планово вносятся, да. А мы готовы где-то подремонтировать своими силами, подкрасить, убрать. Ну, мы содержание, мы всегда готовы к своей работе. Ну, а куда именно обратиться могут жители, вы сейчас можете увидеть на своем экране номер телефона и электронную почту для того, чтобы написать или позвонить в МБУ благоустройства и рассказать о вашей проблеме. Татьяна Александровна, ну, все-таки готовимся мы к главному событию, к завершающему событию этого месяца чистоты благоустройства, субботнику 27 апреля. Я знаю, что в этом году будет высажено огромное количество зеленых насаждений, деревьев, кустарников, есть несколько локаций. Расскажите об основной, что участников субботника на ней ожидает? Основная локация у нас это возле кинотеатра «Искра». Там планируется высадка елей. Порядка, наверное, 40 штук будут елей. Сейчас ведутся подготовительные работы, поэтому хотелось бы обратить внимание граждан, чтобы внимательнее были на этом участке, и не допускали никаких, скажем так, аварийных ситуаций, чтобы лишний раз предупредили детей, ограничили как-то доступ, чтобы не подходили. Все-таки локация открытая, она общественная, там очень большая проходимость, и просим быть повнимательнее. Там планируется у нас высадка деревьев, то есть мы подготавливаем, будем окрашивать элементы, лавочки, забор где-то. Очистку пруда будем проводить. То есть мало того, что как ежедневная очистка проходит, но завтра, 27-го, уделим более тщательно внимание. Ну, помимо этого, я знаю, что там будет все это сопровождаться зажигательной, веселой музыкой. Знаю точно, что будет полевая кухня, будут ростовые куклы. Поэтому я уверена, что вот общими усилиями такой и праздник, и чистота, и поработаем, и отдохнем. Конечно, это должен быть праздник. В первую очередь всегда труд – это праздник. 27-го числа будет праздник в парках, будет праздник на локациях возле Искры. Где еще ожидается субботник 27-го? 27-го будет зеленая аллея, зеленая, простите, завидная аллея, будет высадка деревьев проходить. Это в шестом микрорайоне? В шестом микрорайоне, да. На Купеленке будет, на набережной, то есть там будет субботник. Субботник будет в Лопатина, на Солнечном бульваре будет тоже происходить высадка деревьев. В Петровском военный городок. Ну и, как вы сказали, во всех парках нашего города. Да, во всех парках города будет субботник. Татьяна Александровна, но какие планы у МБУ благоустройства на предстоящее лето? Ведь я знаю, что всегда запланировано к благоустройству какие-то дворовые территории, детские ли площадки. Известны ли адреса жителям, каких адресов стоит этим летом ждать планового благоустройства территории? Да, плановое благоустройство. У нас комплексное благоустройство дворовых территорий. Каждый год проводится, определены локации. То есть у нас в Видном городе это будет 4 адреса. Также будет комплексное благоустройство проходить в поселке Развилка и в поселке Володарского. Тоже 2 адреса. Это, понимаете, да, перечень работ разный. Да, перечень работ разный. Где-то будет замена асфальтового покрытия, где-то замена детской игровой площадки. Не могу сейчас подсказать. То есть я думаю, более подробную информацию можно будет получить по каждой локации в Тирадиле. Да, ну и позже уже сами жители увидят результат проделанной работы. Но вот, кстати говоря, о детских площадках. Где-то они у нас в округе меняются совершенно, полностью под ключ, где-то меняются игровые элементы или прорезиненное покрытие. Но еще существует такая скорая помощь для детских площадок. Если я не ошибаюсь, в прошлом году появилась эта инициатива. И на ура была воспринята жителями. Продолжает ли курсировать этот автомобиль? Конечно, конечно. У нас аварийная бригада работает нон-стопно. Все аварии выезжаем практически мгновенно. Стараемся не допускать чрезвычайных ситуаций. Наш веселый, замечательный автомобиль с нашей бригадой устраняет все замечания. Мы бы хотели вам пожелать, чтобы таких интересных проектов и инициатив в МБУ благоустройства было больше. Спасибо. Ну и все-таки. К зимнему сезону готовь сани летом. Когда начинается подготовка к зимнему сезону? Потому что время бежит, оно неумолимо. И вроде только мы ждем лето, и не успеем оглянуться, и наступит зима. И для коммунальщиков опять тяжелый период. Конечно. К зимнему сезону мы начали готовиться уже сейчас. То есть мы проверяем наши потребности по инвентарю, по технике, по каким-то запасным частям. Сейчас будут проводиться у нас закупочные мероприятия. Сейчас мы будем собирать потребности. То есть что у нас не хватает, где-то может что-то дополнить, добавить. Полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Зимой готовимся к лету, летом готовимся к зиме. Ну и в завершении нашего эфира, Татьяна Александровна, все-таки обратитесь к нашим жителям с призывом и приглашением на субботник 27 апреля. Да, дорогие наши жители, наше учреждение рада будет видеть всех на субботниках, всех приглашаем, неравнодушных граждан. Берите семьи, детей, выходите, помогайте. Всех снабдим инвентарем. Выдадим перчатки, лопаты, грабли, мешки. Мы весело и качественно проведем время. Уберем территорию, поддержим наш город. Вместе мы сила. Это точно. Но телеканал Видное ТВ непременно точно присоединится к этому благому делу, к этой инициативе. Татьяна Александровна, спасибо вам за интересное общение, за интересную информацию, что сегодня вечером пришли к нам в студию. Спасибо большое вам. У нас в гостях была заместитель директора МБУ благоустройства Татьяна Александровна Нагорнева. Это был прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями, смотрите телеканал Видное ТВ, подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами была Юлия Погосян. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова